Состояние хорошее, выиграли турнир, круто. Как было ребята? Ребята, но я с ними вообще не успел, меня сразу на интервью вызвали. Но думаю, что радостные. Думаю, в некоторых моментах да. Помимо этой команды на веску, у нас еще есть команда отдельная Сидем, в которой мы вместе играем. У нас были турниры по ней, и у нас не особо много времени было тренироваться. Мы сыграли игры четыре вместе, не больше. Четыре-пять. В команде соперника? Думаю, что у них нет энергии. У них игроки разного уровня. У них неопытный кэрри, которого я ни разу не видел. Опытная пятерка, опытная четверка. Тройка тоже нигде особо не играла, но про мидера ничего сказать не могу. Они не подходят друг другу по характеру и содержанию. Думаю, что они развалятся через месяц или даже уже. Сразу? Да, я думаю, что как минимум два игрока уйдут, если там нет контракта или зарплаты. Пару слов. Классные ребята. Мы только увиделись два дня назад. То есть мы раньше нигде не виделись, не играли. У нас, можно сказать, даже раньше конфликты были. Ругались там в публичных матчах. Но то, что было в публичных матчах, там и остается. То есть это никак не влияет на наше общение. Классные парни. Мне было приятно с ним время провести. Главное не было. Мы отталкивали своих героев. Просто играли быстрые даты. У каждого есть свой пул определенный. Мы один отталкивались. А именно за каких-то историй? Нет, мы не думали вообще о героях противника. Мы не концентрировались ни на ком. То есть мы банили исходя из своих героев. Может быть там один-два, но я особо не занимаюсь пиками. Я занимаюсь этим своим героем. Когда мне нужен пик на героя моего, я советую. В доту я играю, наверное, лет семь-восемь, если не больше. Начинал я с Кэмпдрилл клуба. Играл в Warcraft в кастинге, Footman, Wars. Мой брат играл в доту. Я вместе с ним ходил играл в Footman, играл в CS CS. И со временем, через года-два, я познакомился с одним парнем. И мы с ним играли в доту. Мы с ним играли в доту и начал интересоваться. Потом все это время играл, нечего вспомнить. Просто играл в доту, тупил. Ничего не делал. Даже не развивал с ней, просто играл. Одна игра была за другой и ноль развития у них. Потом я начал играть во вторую доту. То же самое первые пару лет я тупил. Ничего не делал. Был ноль развитие. Потом начали появляться турниры. Я начал поднимать ММР. И как-то увлекаться профессиональной дотами. Моя развитие заключается в том, что я смотрю реплеи за проигроками. Свои реплеи. Смотрю, где я мог сделать лучше. Куда мог пойти на карте. Ну, как правильно перемещаться по карте. Смотреть реплеи за проигроками. И думать, зачем они туда идут. И что они там будут делать. Ну, не просто так же они идут на какую-то линию и так далее. Они идут с целью что-то сделать. Какой у тебя будет большой рейтинг? Наверное, если у тебя будет большой рейтинг, тебя точно кто-то позовет на тест. То есть, тот же ГПК, он до Гамбит нигде не играл. До Веги. Он нигде не играл. У него был большой рейтинг. Его позвали в Вегу. Он хорошо показал себя на квалификациях. Потом апнул в топ-1 Европы. И, конечно, люди хотят попробовать поиграть с молодым мидером, у которого топ-1 Европы. Позвать его на тест. Посмотреть, что он стоит. То есть, рейтинг – это, можно сказать, все. То есть, чем больше тебе ММР, тем больше шансов тебе попасть на просто ММР. На самом деле, я не особо, как бы, люблю людей, с которыми я не играю в команде или не общаюсь. То есть, я, можно сказать, не на все комьюнити доте. От ГПК, от эпилептиков, я не особо их люблю. Но я не считаю их слабыми игроками. То есть, я просто не люблю их, потому что мы там или ругались, или того. Просто не особо их люблю. А самых уважаемых? Наверное, Nutail. Из мидеров – Сумаил. И третий, наверное, Nun. Нулан из Версура. Сложно. Ну, ГПК бросается сейв на ум. Я не знаю, кто это такой. Я с ним, наверное, ни разу не играл. Может быть, играл, но особо не влиялся. Но он вроде бы неплох. В Версура, который играет. ГПК, сейв. А, Ника Бэйби, наверное. Он не молодой, ему 20, но он очень хороший. У меня, можно сказать, такой принцип, то есть, я не играю в командах, которые хуже моей прошлой. То есть, у меня были такие статусы, что меня недавно кикнули с командой, и они меня звали играть обратно. И они самой, можно сказать, некрасиво поступили. И я принципиально просто не иду с ними играть. Чтобы они меня не предложили, они хуже тех парней, которые я сейчас играю. То есть, я не буду играть в команду, которая на голову ниже моей текущей. Не знаю, просто нужно получать удовольствие от Dota. Ну, нельзя так можно сказать, что я хочу там выиграть International. Просто взять, типа, сесть, выиграть International. Потому что весь путь, который ты проходишь, должен получать удовольствие от того, как ты достигаешь цели. Процесса. Процесс, да. То есть, ты выиграешь International, все, у тебя, можно сказать, ты не будешь получать удовольствие от Dota. Ты просто выиграл, все, ты выиграл турнир, самое главное. Ты можешь выиграть второй, но ты не получишь тех же эмоций, когда ты поднимешь шаги с первого раза. Ну, передаю привет своему другу Олегу. И Вове. Не знаю. Девушке, которой я общаюсь. Насте, маме, брату.